Девушки отдыхают Мальчик, сейчас мы выйдем отсюда Быстро, быстрее схватите их, немедленно Вот такой вот замечательный фильм Стивена Спилберга Лучший из трех фильмов, на мой взгляд Посвященных археологу по кличке Индиана Джонс Но если фильм нашей технологией, пользуясь, можно назвать бродилкой То игра, как вы понимаете, эту романтику потеряла И стала обычной мочиловкой Давайте посмотрим, что такое Индиана Джонс в восьмибитном формате для Денди В поисках святого Грааля, волшебного сосуда древних Мирный профессор археологии отправляется в последний крестовый поход Помните, были времена, когда рыцари-крестоносцы трогались в Палестину Со всеми своими войсками, чтобы захватить гроб Господень И привезти его туда, где, по их мнению, он должен был находиться По дороге рыцари вершили довольно мало добрых дел Грабили, убивали, разоряли ни в чем не повинные села и города Это и называлось крестовыми походами У Индиана Джонса в восьмибитном формате и задачи попроще, и средства не столь крутые Стреляльная бродилка с сопутанными правилами игры Вот, пожалуй, что можно о ней вкратце сказать Нетерпеливому игроку эта игрушка может не понравиться Так как сразу не сообразишь, куда идти, что брать и что вообще делать Если кто-нибудь из вас готов признаться в собственной несостоятельности То вам в нее играть не стоит Но между нами сообщу, что эту игру прошли тысячи и тысячи ребят С которыми мы связаны нашей почтой Все они в один голос заявляют Индиана Джонс не самая тупая и сложная игра на свете Если вы будете сидеть и играть в эту игрушку 3-4-5 часов К вам весьма вероятно, когда тут родители скажут Ну что ты вот это все тыкаешь, эти кнопки Вот в чем цель этой игры, в чем ее смысл? Отвечать надо так Мама, смысл этой игры в том, чтобы пройти ее до конца Мама задумается, уйдет на кухню И у вас еще будет минут 30 чистого времени, чтобы поиграть Говорят, что в эту игру лучше играть в шапке или в шляпе Тогда лучше получается и можно быстрее ее пройти Но если у вас такой шляпы, как у Индианы Джонса нету То вы можете надеть ушанку, кепку, панаму или какой-нибудь цилиндр Но все это, конечно, шутки Если вы еще не играли в Индианы Джонс, попробуйте Это очень интересно А если у вас есть лишние деньги Или надвигается день рождения Или какой-нибудь другой праздник То я вас уверяю, лучше потратить их Не на жвачку и на конфеты От которых потом зубы будут болеть и вывалиться В конечном счете А на такой вот замечательный картридж Но это, конечно, еще не все Следующая наша новинка Для приставки Дэнди А давайте вот это Это вообще очень таинственный картридж Дело в том, что называется он Сомари А вот тут написано, что он The Adventurer Adventurer это по-нашему, по-русски Такое приключение-искатель получается Но пусть вас не смущает Изображение здесь нинтендовского суперпопулярного героя Мари Дело в том, что когда вы вставите этот картридж в приставку Вы безумно удивитесь и будете просто ошелуныны Дело в том, что... А давайте я вам все это расскажу Сейчас, когда вставлю этот картридж в приставку Сомари Обладатели приставки Sega в этот момент должны вздрогнуть Схватиться за голову и восстыкнуть Как? Мы платили такие деньги за свою приставку, любимый картридж А восьмибитникам все это досталось практически даром? Какая засада! Не переживайте, дорогие друзья Все-таки Самарина Дэнди это не совсем Соник на Sega Начнем перечислять отличия и засядем надолго Вы и сами видите, все другое Но на первый взгляд довольно обескураживают все эти в точности скопированные зоны, острова, подсолнухи и мертвые петли, которые выписывает вездесущий Марио Человеку с плохим зрением без очков, а такие и есть среди нас Можно впарить эту игрушку за 16-битный хит И он долго будет тыкать кнопки, радуясь, что его приставка неожиданно разбухла Не в смысле от температуры, а в смысле процессора Нужная и своевременная игра В мире шоу-бизнеса, в который входят, конечно, и компьютерные игры и видеоразвлечения Все так тесно переплетается, что видите Соник с Марио Марио скоро будет бегать с динозаврами А он уже бегает с динозаврами в 16-м выпуске И как разбираются производители компьютерных игр между собой Как они делят авторские права и доходы, которые получают от производства этих игр Я не знаю Но, честно говоря, мне даже и в общем-то все равно Да и вам должно быть все равно Все, что нам нужно, это узнать о новом картридже Достать его где-нибудь, если повезет у товарища Или в школе обменяться с кем-то Ну, а если таких возможностей нет, то просто его купить Поиграть и все узнать самому А уж что там с авторскими правами они творят, я даже не знаю И еще одна новинка в нашем магазине Дэнди Это вот Это великолепный, опять же, такой интегрированно-кооперированный Говоря взрослым языком А если попроще, такой совмещенный проект Флэш и Бэтмен И Флэш, и Бэтмен являются героями американских комиксов Вообще, Бэтмен по популярности среди программистов в компьютерных игр Наверное, занимает первое место Потому что уж сколько игр есть про него И в формате Дэнди, и в формате Сега, и в формате Супер Нинтендо Да где угодно Ну вот теперь Бэтмену помогает его праведной борьбе с несправедливостью и мировым злом Некий Флэш Такой юноша в красном костюме Неизвестной национальности и рода занятий Но, как вы сейчас увидите, тоже отважный и очень сильный мужичок Посмотрим Флэш и Бэтмен По многочисленным отзывам наших экспертов Эта игрушка может по праву войти в золотую десятку Нет, лучше двадцатку игр для восьмивитки Причин тут множество Вот некоторые из них Возможность двойной игры Нет, не той двойной игры, которую ведут шпионы и диверсанты в поисках наживы А в смысле, можно играть вдвоем Согласитесь, чудесная возможность Музыка и графика с анимацией оценка четыре с плюсом Я вот вообще, например, не могу сейчас вспомнить восьмибитные игры Которой я за эти параметры с чистым сердцем, как говорится, не глядя, поставил бы пять Может быть, я слишком требовательный, не знаю Помните, герой одной очень хорошей книжки, которую вы, к сожалению, не читали пока Сказал как-то Это вас кто-то обманул Свежесть бывает первой, она же и последняя Это я к тому, что Бэтмен и Флэш – игрушка первой свежести И это главное, что привлекает к ней тысячи игроков, алчущих свежих впечатлений Ну, а то, что на Том и Джерри смахивает, так это вам показалось Мы любим и ценим эту игру, во-первых, за то, что она красивая и интересная А во-вторых, самое главное – за то, что в нее можно играть вдвоем Согласитесь, не так уж много игр, в которые можно сесть с вашим товарищем, другом Да можно с папой, с мамой И играть при помощи двух джойстиков И когда вы будете это делать, пожалуйста, не надо ссориться и ругаться И особенно драться, когда будете выбирать всех героев И Бэтмен, и Флэш, как вы поняли, совершенно равных сил и способностей Поэтому не надо никаких конфликтов на этой почве А сейчас мы переходим к более продвинутой, к более крутой приставке И к картриджам, которые для нее появляются в торговой сети Дэнди И вы, наверное, догадались, что называется она Супер-Нинтендо! В ваших письмах последних уже встречаются вопросы И даже такие претензии Почему так много мы слышим о Супер-Нинтендо И рекламы, и все такое прочее А где купить, не знаем Да, дорогие мои, купить можно в магазине Дэнди В любом магазине Дэнди в нашей стране Приставка Супер-Нинтендо уже есть Сейчас мы с вами отправимся в один из магазинов И посмотрим, как народ относится к тому, что она появилась в продаже А сейчас несколько слов о том, что же это такое Это практически вечный игровой аппарат И меня в нем привлекает, вот лично меня Прежде всего, то, что тут написано сзади Made in Japan Сделано в Японии Вы знаете, японцы так делают свою электронику Что, во-первых, она не ломается А во-вторых, никогда не дает сбоев Никогда не бывает у них брак Так вот, это аппарат, который работает от блока питания Как обычная приставка Дэнди или любая другая Сзади имеет универсальный супер-выход Где и звук, и видео Все в одном проводе Ну и, естественно, переключатель каналов Ну и, в общем, все Да, еще вы, конечно, помните Весьма остроумная система загрузки картриджа Когда приставка включена В нее нельзя ни вставить картридж Ни вынуть его из нее Только в положении выключено Эта приставка принимает картридж Ну вот, пожалуй, в деталях и все А многие из вас спрашивают нас, сколько она стоит И сколько стоят картриджи Вот тут самый интересный момент Удивительно то, что приставка эта, являясь Ну, честно говоря, на голову круче всех остальных Стоит всего на 1800 рублей Дороже, чем Sega Кстати, нас многие спрашивают Каковы цены в магазинах Дэнди На новую приставку Super Nintendo И все, что к ней относится А смотрите сами Вы видели уже разницу между Sega и Super Nintendo И прекрасно понимаете, что разница гораздо больше Чем на эту скромную сумму в 1800 рублей А сейчас я предлагаю вам отправиться в магазин Дэнди И проверить, как там обстоят дела За мной С первого взгляда показалось, что эти парни Хотят пробить витрину магазина Дэнди Чтобы, ах нет, это последние достижения в области рекламы и маркетинга Чем занимаешься, ребята? Играем в игру Street Fighter 2 И что, действительно Джойсик слушается пальцем? Да Только надо посильнее сжать Стекло не опасно разбить, нет? А-а Слишком трудно играть Мы никак не можем забить Конечно, босса Тот боксер Я не помню, как его звать Или тетку другую Стал рога за боксера Кати Да? Американский что? Да, и Кати не можем трудно забить А руки не мерзнут? А-а Не мерзнут Я подрогаю Вот он сейчас будет, по-моему Нет, не мерзнут, действительно Он настоящий фанатик в компьютерных играх Руки не мерзнут Даже от холодного стекла Я присутствую при торжественном моменте Кажется, вы сейчас оплатили Да, очень хороший подарок Очень хороший подарок, я считаю Для сына У меня сыну 7 лет Вот И я думаю, что этот магазин Очень хороший для наших ребят И для всех И, по-моему, со мной все согласятся Сколько вы заплатили? Мы заплатили 134 тысячи Все наше, да? Да Понятно Прекрасный подарок Еще бы Ну, а вы знаете, что нужно делать с этой регистрационной карточкой? Знаем Да Гарантии у нас есть Они гарантируют, что если в случае поломки Я могу прийти в этот магазин и отремонтировать Да, ну мало этого Нужно еще вот здесь вот заполнить регистрационную карточку Которую вам выдадут с приставкой вместе Да И послать ее в компьютерный центр наш Чтобы участвовать в лотерее Может быть, вы там что-нибудь еще выиграете? Еще одну приставку, да? Спасибо Мы очень-очень-очень Спасибо Вы этого не знали? Мы даже не знали Алло Добрый день Для этого нужно Ничего не нужно Просто нужно послать регистрационную карточку к нам в компьютерный центр И все И дальше уже просто ждать своей судьбы От судьбы, как говорится, не уйдешь Или вам суждено выиграть у нас в лотерее компьютерной Или же пока нет Да? Очень просто, пожалуйста А, уже послали Ну, значит, все, ждите Всего доброго Многие спрашивают действительно Что нужно сделать, чтобы участвовать в нашей компьютерной лотерее Да ничего не надо делать Вы уже все сделали Если вы купили приставку Дензи в магазине фирмы Дензи То вы, конечно, отослали регистрационную карточку к нам в центр Вот такую вот Не важно, что вы там напишете Вы можете написать, сколько вы любите Какие игры Боевики, спортивные, аркадные, приключения, лабиринты, интеллектуальные и так далее Главное, правильно написать свое имя Фамилию и адрес По которому мы будем посылать вам призы Ну, сегодняшний приз вы уже знаете Это игра Самари И компьютер готов выдать нам очередную фамилию счастливца Давайте посмотрим, на что он сподобится сегодня Нажимаю Самую главную кнопку на любом компьютере Enter И Кто это награждается? О, некто Пожарский Московская область, город Дубна Улица Строителей, дом 10, квартира 4 Вот так Пожарский, однофамилец нашего древнего русского героя Помните, имени на Пожарске им памятник стоит на Красной площади около собора Василия Блаженова Вот жил он и не знал, что послав регистрационную карточку в центр обработки наших данных Он в один прекрасный день, в одну прекрасную субботку Выиграет вот такой замечательный картридж Который, я уверен, ему пригодится Наши поздравления Посмотрите, посмотрите, что в руке у продавца в магазине Дэнди Вот, я поймал его за руку Вот Это пульт от Супер Нинтендо Скажите, вы его не выпускаете целый день, что ли? Да Порой приходят покупатели И вот ты увлечен игрой Ну, конечно, прерываешься Объясняешь, как Что, в чё поиграть Что можно выбрать из игр на сегодняшний момент Ну, вот, не так давно магазины Дэнди стали торговать с Супер Нинтендо Какие ваши ощущения от первых недель? Ну, эта игрушка, конечно, очень интересная Особенно привлекает качество, игра сама, графика Интересно, что игры Игрушки с Со всякими премудростями В этих игрушках очень много секретов Всё надо не только проходить Уча, это Джойстиками нажимая Ну, ещё и думать немножко головой Покидая магазин Дэнди на Красной Пресне в Москве Я прихватил с собой несколько Катридж для Супер Нинтендо О которых хочу вам сейчас рассказать И начну вот с этого Опять же, на мой взгляд Опять же, на мой вкус Но мне кажется, что игра Мега Мэн Икс Лучшая пока из всего, что я видел для приставки Супер Нинтендо Великолепная графика Потрясающая музыка Но этим уже вас не удивить Вы все прекрасно знаете, что когда видите на катридже Вот такой значок Цветные Овальные такие Штучки и вот эта вот золотая печать качества Супер Нинтендо Значит, внутри всегда завораживающая Очень интересная игра Открываем его и вставляем катридж в приставку Видите, как аккуратненько Тут всё и инструкция есть И книжка С описанием И какие-то ещё тут гарантийные талоны Какая-то информация Ну, вам, наверное, всё это не пригодится А вот то, что лежит в самой коробке Конечно, заслуживает внимания Новый Свежепахнущий Катридж Я вставляю В приставку Супер Нинтендо И нажимаю кнопку Пауэр Всё остальное мы будем делать с вами вместе Я уже, наверное, всем надоелся своими рассказами О том, что давным-давно у меня была восьмибитная Нинтендо Но ничего, послушайте ещё Деться вам всё равно некуда Так вот, и тогда уже Мегамэн жил И, простите за выражение, работал На ниве космического благородства Только не было у него гордого прозвища Икс Так же целестремлённо рвался он к победе Так же безжалостно сокрушал врагов Но тогда Я не знал, что шестнадцатибитный Мегамэн Совсем другое дело И то давешний, просто пацан Мальчик Крошечка-хаврошечка Да, по сравнению с героем девяносто четвёртого года Сколько напора здесь, задора и коридора Как зловещие фаны и пейзажи далёкого будущего А фасон костюма Закачаешься Музыкальную дорожку этой игры можно записывать на компакт-диск И продавать дискотекам Когда я устаю тыкать кнопки Я просто выхожу в меню выбора Включаю саунд-тест, проверку звуков И заслушиваюсь руладами и аккордами Великолепное творение фирмы Capcom Фирма Capcom заслужила себе памятник Хотя бы тем, что создала игру Street Fighter Самая любимая игрушка ребят всего мира В том числе и в нашей стране И за это мы, конечно, фирме Capcom Какой-нибудь маленький памятничек Когда-нибудь соорудим Тогда немножко разберёмся с нашей передачей И очередная игра этой фирмы The Magical Quest Волшебный поиск приключений Тут сзади написано В главной роли Микки Маус Действительно, это такой красивый Супер Нинтендовский мультфильм В котором участвует Микки Маус Давайте посмотрим На что же способна фирма Capcom Если она не делает игры про драки А делает совершенно обратно Такую детскую дневую продукцию Мультяшка, она и в Африке мультяшка А тем более диснеевская В том, что супер Нинтендовские игры Точь-в-точь мультики Вы уже, наверное, успели убедиться Осталось убедить себя ещё и в том Что хорошая игра Это не только так, где мускулистые амбалы Гонят кровь из бесчисленных врагов И те с гортанными хрипами Взрываются на кусочки в облаках мрачного дыма Оказывается, хорошая игра Игра может вызвать улыбку И не затрагивать ваших первобытных инстинктов Уничтожения и превосходства Над тупыми противниками Она может быть красочной, весёлой, задорной И поучительной, как, в общем-то, и сами Диснеевские мультики Помните замечательную игрушку Гуф-труппы для Супер Нинтендо? Клёвая вещь, правда? Так вот, Magic Quest Может достойно посоперничать с ней Давайте насладимся вполне Возможностями полного 16-битного процессора Где и звук, и цвет, и движущиеся объекты Являются полномочными послами огромной державы По имени Супер Нинтендо Мир Супер Нинтендо очень многообразный Сегодня мы с вами видели Замечательную стрелялку Которая называется Mega Man X Видели очень милую игру Magical Quest В главной роли Микки Маус И сейчас поговорим о симуляции Но не та симуляция, когда вы лежите утром в кровати И хотите не идти в школу И начинаете говорить, что у вас болит голова Ноги, живот, уши, нос и так далее И тому подобное В общем, симулируете болезнь Это симуляция совсем другого рода Это полётная симуляция Называется она Star Wing Star по-английски звезда Wing — крыло Вот и получается звёздные крылья Или звёздное крыло Вы становитесь командиром